Добрый день, коррекция. Здравствуйте. Температурный режим. Как порядок? Здорово? Да. Проверка начинается еще на входе в пункт приема экзаменов. Пока не знаний, а температуры. Здесь исключений ни для кого нет. Безопасность превыше всего. Под таким девизом прошла вся подготовка к единому госэкзамену в образовательных учреждениях округа. У нас осталось только 8 посадочных мест. Все парты друг от друга отодвинуты на расстояние от полутора до двух метров. При этом на пол нанесена разметка для того, чтобы парты при дезинфекции кабинета не были сдвинуты. Вместо 15 человек в аудитории вдвое меньше. За один раз сдать экзамен смогут не более 120 выпускников. Во втором лицее для них выделили 15 аудиторий. Их готовность проверила специально созданная комиссия. Каждая аудитория пункта проведения экзамена, плюс штаб, плюс файе и коридоры оснащены дезинфекторами воздуха. На каждом этаже бесконтактный распределитель воды, раздатчик воды. Разовые стаканчики. Вода опечатана. Будет открыта утром. В этом году из-за пандемии коронавируса 11-классники, которые не планируют поступать в вузы, могли отказаться от сдачи ЕГЭ. Таких в Одинцовском округе оказалось мало, чуть больше ста. А для остальных более двух тысяч выпускников. 3 июля откроют двери 14 пунктов сдачи экзаменов. Члены комиссии проверили каждый из них. Потом будут проходить пробные сдачи экзамена, пробирование пункта приема экзаменов по всей Московской области в конце июня, без участия детей, но с участием сотрудников. И все, и мы готовы к первому дню сдачи экзаменов. Первые госэкзамены пройдут уже 3 июля. Время на подготовку еще есть. Причем не только самостоятельную. Дистанционные занятия для выпускников не завершились с последним звонком.